Собираюсь на море. Так, кошка там. Собираюсь на море и хочу показать вам парфюм дня. Гипнотик по зону Сенсуэль. В общем, я здесь вообще не ношу свои парфюмы. Они вот эти от Леванты. Маминный флор. Ну, мне интересно, вот эти флор. Уже забыла вот эти ароматы. Подзабыла немножечко. Вот я их тут вспоминаю. Ну, прикольно. Мягкий вот этот аромат Сенсуэль. Мне еще нравился Секрет из гипнотиков. И он действительно вот этот вот Сенсуэль, он такой орхидейный. В нем горечи. Вот раньше мне в нем слышалось тоже горечь вот эта миндальная. А сейчас я как-то вот больше все-таки орхидею слышу. Такой красивый парфюм. Вот такая вот коша. Белочка. Ну, она уже старенькая. И 10 лет, и у нее какая-то хроническая болезнь вот с носиком. Она все время чихает. Ее антибиотиками мама все время. Ну, не все время, но там по назначению врача и всякое такое лечит. Китя лежит. Нет, ну она нормально бегает. Просто сейчас она отдыхает. Да, Белочка? Сейчас покажу, чем я тут поживилась в местном Алошинском магазинчике. Это агент-провокатор Стрип. Я помню, он у них стоял еще, наверное, при Украине. Это точно. Я просто знаю тут места. И, короче, когда я пришла, я обогрела. Там на них просто жесточайшая скидка. Вот. Сейчас, правда, покажу. Правда, мне сняли вот этот хлястик с другого флакона с агента-провокатора Петаль Нуар. Вот этот кружевной такой. Наверное, он желтого цвета и с металлической цепочкой. Может быть, думаю, может, его надо пойти вернуть. Все равно он не подходит. Потому что у этого уже потерялась вот эта вот штука, вот эта чека, вот эта. Вот. То есть он стоял уже у них вот так. В общем, посмотрите, что я себе нарыла. 50 малых. Обалдеть. Ну, так как там цена была вообще просто смешная. Вот. Я даже не хочу озвучивать, насколько она была смешная. И я поэтому как-то его схватила. Ну, так, чуть-чуть брызнула. Ну, приятный. Вот. Ну, потом получше расскажу, чем пахнет. Вот так вот. Трабушка тут сзади. Вот так. Я знаю, там есть еще какое-то оформление. Это элементированный выпуск. Limited Edition. Вот такая вот тут. Интересная штукенция. И там у них остался еще Петаль Нуар и Лейс. Лейс похож на Элиан. Петаль Нуар. Милена присылала из Италии на Затес. Ну, это такая вот классика жанра. Такие вот альдегидные какие-то цветы. Такие прямо жесткочевые. Ну, флакон у Петаль Нуар просто потрясающий. Просто обалденный. Там он весь с такими-то цветочками или что-то такое. Ну, красивый. Это вот, кстати, от него вот эта вот чека. Ну, блин. Сейчас я вам покажу местного Николаса Пейджа. Рассказывай, Дим, что это? Кефаль. Кефаль? Воробуля, а то карафик плоский. Класс. А меня зачем? Купила мджир на рынке. Пока я жду рыбаков, расскажу вам немножечко про вот этот вот парфюм. Дальше вот он на мне как бы подраскрылся. Ну, он такой вот мягкий, да, завосточился, но не сильно. То есть это все равно что-то такое вот... Да, не звали здесь на корабле? Рыбка, да? Я не ждиот, я не ждиот. Это же что-то с чем. Рыжик. Я что-то пискать, у тебя рыбы нет. Подожди, не мешай, дай бригантинам следить. Ну, если... Они все прямо за это следили. Да. Рыжик, не надо кидаться в поле. Рыжуня, все, скажи, обед принят. Рыжик, вы же тут на обед или ужин? Пока что обед. Пока же все вниз, да, Рыж? Да, вниз. А и без голову даже чего-нибудь. Ботины. Мне этот аромат дали вначале попробовать на кожу. Ну, как бы я его тогда давно еще пробовала. Я помню, что он такой вот деликатный. То есть он был не такой неубойный вот этот вот парфюм. И вот он хорошо пахнет. То есть порядки, сохранности. И, в общем, я его купила. Он такой прикольный. Такое нежное. Это восточное что-то, но там немножко пудры, немножко каких-то сладковатой древесности. То есть тут нет никакой ни вульгарности. Там если стрип, то сразу же может сложиться впечатление, что там вот будет что-то такое прямо супер яркое, навороченное. Нет. Вот красный флакон с одной стороны, но сам парфюм такой вот деликатный. Я бы его таким бы назвала. По крайней мере, на моей коже вот именно так он сидит. Вот. Он приятный. Потому что вообще агенты у меня как-то не приживались. Классический я не люблю. В этом есть небольшой такой вот оттеночек. Легкий-легкий, мускусный такой. Но близко нет вот того жесткача, который есть в классическом агенте. Вот. Лейс. Вот все-таки я же говорю, что он на Рилейк. Я уж не помню. По-моему, что-то там. То ли это кружево как-то, он переводится розовый. То есть он похож на Эллиан. Здорово. Мне вот не надоело такое звучание. Просто вот ради... Если бы у меня не было других парфюмерных желаний, я бы их все бы, наверное, забрала бы вот просто ради коллекции. Потому что флакончики прикольные. Там уже море. Сейчас покажу. Пришли. Вот. Я уже отошла до этого, чтобы, знаете, просто собирать вот это вот собирать. Мне хочется носить как-то все-таки больше. Я сейчас нахожусь возле Ротонды, Воложьи. Очень красиво. Здесь там, без сару, заинет. Здесь тоже как-нибудь красиво. Упровизированный пляжик на вот этом пляже. Зимой тут красиво. Во время штормов волны бьют туда, за Ротонду. И все фотографируют. Здесь прямо напротив городской пляж. Зимирджи, вон, видно. Вот это цикло. Здесь вот такие вот камни. Покажу вам набережную Алушта. Как она выглядит. Вот так. Потрясающая погода, потому что не жарко. Сегодня просто такие облачка. И вот я обожаю. Море пахнет, ветерок. Так все приятно, классно. Вот у меня сегодня как бы два красненьких. Приглашаю на прогулочки на бананах. Уликани. Кто желает. Пришел на пляж Банами, кто поедет на банане. Это фонтан рыбак в Алуште. А это вход на пляж Полет. Сейчас он таким образом выглядит. Мои любимые линкаранки. Здесь такое большое обзорное колесо. Я его как-то снимала днем. Оно вечером подсвечивается. Красивое. Новое. Вот эти цветы называются ночная красавица. Они вечером открываются. Они еще желтые. Такие заросли. Наш небес неподалеку. И вот тоже. Все, попрощаемся в этом году с морем. И встретимся. До новых встреч. Я уже в новом аэропорту Симферополя. Он издалека выглядит как волна. В такой виде волны. Красивый. Такой современный. Сейчас будем регистрироваться. Это здание аэропорта внутри. Это еще внизу. Наверх. После регистрации наверх надо будет подниматься. Конечно, все переделали. Здесь вот так, в аэропорту. Там дали всякие крошки, картошки и так далее. Я зашла в какой-то парсюмерный. И что-то оно мне там ничего не интересного. Это молекула. Может быть, это оно? Да. Ну что, я сходила в молекулу. Там ничего только нет. Голокола Сержа Люданца. Наконец-таки я там попробовала. Мускус Кублайхан. Ум, лис. Еще там что-то. В общем. Кстати, вот последний мускус Кублайхан. И я вам хочу сказать, что я думала, там будет такая вонь там дичайшая. Он вначале немножко, ну немножко такой анималистичный. А вот сейчас на блотере вообще какое-то нежнейшее, что-то такое цветочно, ну не пудровое, но что-то какие-то цветы. Он такой прямо интересный, даже чистый, вот на блотере. Не вонючка. Как говорили там, бомж немытый. Может быть, это на коже у кого-то. Ум, лис. Ну не знаю, что-то мне ум, лис не нравится. Сразу, так сказать. Вот эту Витриоль де Олиет попробовала. Ну честно говоря, фигня полная. Вот прошу прощения. Ну вообще, тоже такой легкий и негнятный. Даже вот я там читала, там что-то про Красную Москву, там какие-то пряности. Это все настолько тонко, так вот затонченно и так скучно, что это вот прямо, ну вообще. Попробовала какой-то бренд, как же он назывался, там со стразом. О, Орис. Какой-то аромат цветущего сада, которого не существует. И он пахнет вот прямо какими-то леденцами, такими цветочными леденцами. 24 тысячи там оформление, вот это золото, запаска. Ключиком открываете, вставляете запаску. Вместе там получается два по 50. И вот один для них вот этот кофр такой вот. Ну, короче, такое в себе развлечение. Попробовала идеальный букет Анксершу. Ну, хороший, мягкий. Мягкий, такой приятный аромат. Такая мягкая, утонченная, древесная, вонит, что ли. Хороший. Попробовала Вельветхазе. Не понравился. То есть там что-то, какой-то ядерный замес. Вот это вообще, это вот начинается. Вот это вот. Ну и началось, как говорится. Бланш перепробовала. Это, знаете, так уже для этого, для прикола. Еще я попробовала что-то Капиталь. Ля Капиталь, по-моему, Ксерджио. Он мне Кирки напомнил. Вот, Кирки, только, знаете, в мягких каких-то концентрациях. Вот, ну, в общем, поперепробовала кучу всего. Для любителя, кстати, у них нет стержа лютанца вот этих двух новых ароматов. Украсительство в клетке все. Мне там наговорили, что все, они уже в Астиллауды ушли. И они уже стали не ниши. Ну, это вот то, что мне рассказывает консультант. Они уже стали нишей. И там уже будут синтетические компоненты. Я стою, все это слушаю. Ну, это, ну, я понимаю, что их там перекупили. Это уже будет просто как люкс. Я думаю, ну, я не стала спорить, ничего говорить иногда у нас не будет. Вот у нас только то, что было выпущено до вот этого перехода. Мы это до распродаем и до свидания. Также с Киллианом и также с Томом Фордом. Мы держим марку. Это мне так сказали. Ну, он держит так держит. Ну, в общем, любопытно нам было зайти в молекулу. Тем более у нас же в Курске нет этого, как бы, путика. И вот здесь я случайно так заглянула. Ладно.